Привет, друзья! Как и предыдущую гитару Fender Stratocaster, я это уже делаю тоже из березы. У меня остались доски от покупки для Fender. Я переношу уже заранее распечатанное лекало на две доски, доску распиливаю, обрабатываю, подготавливаю для склейки. Напомню, что это береза камерной сушки, то есть ее не поведет, не порвет, она уже год лежит у меня и полностью стабильная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Склеиваем наш березовый щит и оставляем на пару дней. Через несколько дней переводим наш трафарет на дерево и дальше вступает магия лобзика. Но это магия так себе, так как при распиловке пилку иногда выводила в сторону, так как береза довольно твердое дерево, и, к примеру, распиливать лобзиком березу вдоль, ну это дебильнейшая затея, но по-другому никак не получалось. Поэтому приходилось мучиться, в итоге все убрал кромочной фрезой, все кривые остатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее подготавливаем наш импровизированный рейсмус из фрезера. Как бы рейсмус у меня есть в моем многофункциональном станке, но, увы, жаль, он всего лишь 30 сантиметров в ширину и просто не вошла бы туда наша гитарка. Поэтому делаем так. Как я уже говорил в многих предыдущих видео, где ковырялся с деревом, фрезер это просто мегафункциональная штука. Им можно делать практически все, если найти именно решение данной проблемы, к примеру, допустим, импровизированные какие-то столики для применения его как рейсмуса и тому подобное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убираем кривые торцы нашей гитарки кромочной фрезой, также я засунул фрезер-пад в стол и получил фрезерный стол, как бы это тупо не звучало. Я думаю, что в дальнейшем нужно будет приобрести второй фрезер, чтобы этот постоянно не выдергивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И эта гитара у меня склеена из двух щитов, разный пород древесины. К сожалению, у меня не получилось, точнее не было возможности снять на тот момент, как я склеил из осины дополнительный щит. И также вырезал его в нашу примерную форму. Мы берем также фрезером, обрабатываем полностью нашу эту доску, вторую осиновую уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинаем клеить березе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После склейки к березе мы обрабатываем также все на кромочной фрезе. И подводим идеальный вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее мы делаем разметку снова по нашему лекалу. Размечаем полностью все плоскости, все отверстия, все под электронику, под звучки, под гриф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально идея была сделать прямо идеальную копию, но я в процессе понял, что идеально не получится лишь потому, что я никогда в жизни не держал леспол в руках на самом деле. У меня, я поигрываю на гитарах, у меня есть гитары, но никогда в жизни я не держал именно форму леспол в руках. Вот так сложилось. Я просто даже не знаю, как она выглядит в принципе в жизни. Все, получается, делал либо по видео, либо по фотографиям, по каким-то схемам. И там есть небольшая выпуклость сверху, именно в месте крепления грифа и бриджа. И она сниспадает, грубо говоря, как небольшой холмик. И я решил попробовать сделать. Ну, как бы, немного по-другому вышло. Она получила более округлую форму, но я считаю, что это более авторская работа, поэтому даже не стоит заморачиваться. И более красивая получилась, и необычная. Далее фрезером мы делаем все выборки по разметке. Это также под гриф, крепление пятки грифа, под звучки. И делаем наш импровизированный холмик. Я решил так радиально убирать, но немного перестарался на самом деле. Но в любом случае она у нас была толще, чем нужно. Идеальная толщина, по-моему, в районе 65 миллиметров леспола. Это вот как раз максимальные верхние точки этого холмика. Но так сложилось, что чуть-чуть больше мне изначально было заранее. И я уже делал, грубо говоря, на глаз. Но, повторяю, она получилась реально крутой и авторской. Играет музыка. Играет музыка. Наш диагональный выбор дерева мы ровняем рашпилями и закругляем соответственно. Играет музыка. И получаем вот такие красивые формы, формы кувшина или талей девушки. А предварительно, естественно, закруглив наши острые грани на осиновой части, потому что они были прям очень острые, я решил их немного подубрать, потому что они упирались в живот. Делаем разметку уже непосредственно для сверления отверстий. И выборки отверстий под электронику. И да, делаем выборку под электронику полностью. И делаем небольшое предварительное зашкуривание. Мой косяк, конечно, был в том, что я поспешил делать выборку под электронику или именно темброблока. И лишь в том, что я не знал точных размеров пластика крышек именно, которые заказал у китайцев. И, как оказалось, когда этот пластик пришел, естественно, я выбрал больше, потому что идеально флезером все равно не получится выбрать, ручным особенно. И как бы теперь я понимаю, что мне нужно будет делать крышки из шпона. Ну, это может быть добавить еще более крутого вида для этой гитары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда еще моя самая идиотская запатентованная вещь, которую только можно было придумать, кабель-канал, который идет от свеча к темброблоку и зацепляя, соответственно, датчики, я сделал из импровизированного самодельного, большого, длинного пирака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто, когда сверлил, сверлил на шару и думал, что, скорее всего, ошибусь, но не ошибся, в том-то и весь кайф. А оригинальные гитары делаются, сначала делается выборка на одной части фрезером, непосредственно уже кабель-канал, а потом уже наклеивается сверху другая часть. Но я решил пойти другим путем, я изначально даже не знал, как я буду делать кабель-канал. Вот выкрутился такой темой. Делаем примерку наших свечей и крутилок, именно по размеру, чтобы они вставлялись нормально в дерево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я решил подзалить, там были небольшие трещины и сколы, я их решил подзалить эпоксидной смолой. А потом попытался, скорее всего, это моя большая ошибка, я попытался с этим речь шпаклевкой, но идеально не получилось, потому что, как второй раз уже я пользуюсь этой долбаной шпаклевкой, у меня не получается. Первый раз я пользовался ей на маленькой Bluetooth-колонке. И как бы после зашкуривания все равно остались небольшие островки, как пятна, и после того, как я его покрыл льняным маслом для небольшой защиты, по крайней мере, в течение работ, пятна эти проявились очень сильно. В дальнейшем мне пришлось еще раз зачистить. И как я сказал раньше, делаем небольшую промежуточную пропитку льняным маслом, просто для защиты нашего дерева во время работы, чтобы оно не набирало влаги. И на этом, на первую часть, сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Следующее видео будет, я думаю, что через недельку мы закончим с покраской, с настройкой электроники, потому что звучки, которые я заказывал именно для этой гитары, они очень жестко фонили, и китайцы меня, по-моему, обманули. И сейчас разбираемся с данной проблемой. И обязательно посмотрите вот эти два видео, подпишитесь на мои остальные соцсети, Instagram, VK. И пока!